Дорогие друзья! Дорогие друзья! Надо, наверное, дать определение, что такое психическое здоровье. Да, пожалуйста, давайте с этого и начнём. Но психическое здоровье – это не обязательно, когда у человека отсутствуют какие-то психические расстройства. Это такое состояние психического благополучия, когда человек может справляться со стрессовыми ситуациями, раскрыть свой потенциал, быть благополучным в работе, в учёбе, приносить пользу общества. И обществу, и строить отношения, и, в общем, строить свою жизнь как… Вот я, когда готовилась к эфиру, я посмотрела, что входит в психологическое нездоровье. Я удивилась, что там так много всего, что когда ты склонен к стрессам, когда ты не очень можешь выстраивать коммуникацию, когда в твоей семье присутствуют ссоры и конфликты, когда у тебя есть страхи, когда у тебя есть апатия. То есть всё такое, что, в общем-то, есть в жизни у каждого человека. И тогда, наверное, период психического здоровья, он чередуется с периодом психического нездоровья у каждого из нас или нет? На самом деле, действительно, стрессы нас ведь окружают не только в настоящее время. Это испокон веков людей сопровождали различные стрессы. Но когда организм справляется с этими стрессовыми ситуациями и не наступает декомпенсация, то это всё, в общем-то, в пределах нормы. Но когда длительная психотравмирующая ситуация, то могут возникнуть различные ситуации, когда требуется помощь специалистов. А то, что вы перечислили, да, это присуще всем людям. Мы же не роботы какие-то, да, и бывают какие-то эмоции отрицательные, положительные. И здесь, наверное, самое главное в том, что когда у человека есть критика к своему состоянию, вот это и говорит о психическом здоровье. И, наверное, когда он находит силы, да, пойти и попросить о помощи. Да, вот это я, наверное, могу сказать в тех, ну, как решить эти проблемы. Ну, может быть, это мы чуть попозже. Я вот сегодня хочу сказать, рассказать про другое. Почему мы сегодня собрались, действительно, 10 октября, День психического здоровья. И маленько про историю, откуда это возникло, да. Можно это рассказать, да. Вообще, это 1992 года при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Международной федерации психического здоровья. Было направлено на то, чтобы общественность, люди были осведомлены о психических расстройствах и тех проблемах, которые с этим связаны. В последующие годы вот День психического здоровья был тематически. Каждый год разные темы, например, там, психическое здоровье женщин, психическое здоровье детей, там, вопросы по суицидам, по разным тяжелым зависимостям, по, там, насилии и так далее, да. Вот, ну, это обретает такой большой размах уже по всему миру. Многие страны присоединяются. И вот наша Российская Федерация присоединилась к этому событию в 2002 году по инициативе Татьяны Борисовны Дмитриевой. Она профессор, доктор медицинских наук, академик, была в свое время министром здравоохранения и главным психиатром Российской Федерации и возглавляла Институт Сербского. И вот с тех пор в России вот это отмечается, этот день. И актуальность его с каждым годом, можно сказать, возрастает, потому что в некоторой степени повышается толерантность по отношению к людям с психическими расстройствами, и в то же время смягчается стигматизация, да, которая на самом деле сохраняется еще до сих пор, да. Вот. И сегодняшний день тоже приурочен определенной теме. Это психическое здоровье на рабочем месте. И вот как раз вот то, что вы говорили, стрессы и различные какие-то, вот, ну, такая напряженная, допустим, обстановка на рабочем месте, конечно, будет сказываться на здоровье человека, да, приводить там к нетрудоспособности, и в конечном счете это будет сказываться на производительности труда даже. И поэтому психическое здоровье надо сохранять, ценить. И, ну, есть определенные профилактические такие мероприятия или какие-то, скажем, способы сохранения своего здоровья. Спасибо. Я хочу перейти к Елене Владимировне, дать вам слово. И по тому, что вы являетесь специалистом психоневрологического диспансера, вам приходится общаться именно с теми людьми, у которых психическое здоровье требует восстановления, им нужна помощь. Расскажите, пожалуйста, как организована помощь таким людям в вашем диспансере? Ну, наша служба в городе представлена стационаром и диспансерным отделением. В 2023 году появился новый порядок оказания психиатрической помощи, и благодаря этому у нас произошли такие значительные изменения. Например, в стационаре у нас открылось новое большое отделение детско-подростковое, рассчитанное на 40 коек, где получают квалифицированную помощь дети из города и районов. Благодаря очень большой поддержке главы республики, правительства и Минздрава у нас удалось значительно расширить возможности диспансерного отделения. Так, в 2023 году у нас был открыт психотерапевтический центр, где оказывается специализированная медицинская помощь, где проводится групповая индивидуальная семейная психотерапия. У нас работают там два психотерапевта взрослых, два детских, 13 психологов. Под руководством семейного психолога у нас впервые в городе появился родительский клуб, основная цель которого – это оказать психологическую поддержку родителям детей от 3 до 18 лет, профилактировать родительское выгорание, научить родителей особенностям общения с подростками в их самые кризисные периоды. Это для любых родителей или для родителей, у которых дети имеют какой-то диагноз? Нет, это для любых родителей, если возникают какие-то проблемы, непонимания в семье. Вообще, открытие психотерапевтического центра – это огромный шаг в организации пациент-ориентированной, доступной, рациональной, медико-психологической и психотерапевтической помощи. Меня заинтересовала вот эта тема, то, что для родителей тогда, получается, на территории вашего диспансера есть… Не диспансера, у нас появился новый адрес, у нас появился Фёдора Попова, 16-4, и там каждую среду с 4 до 5 проводится вот этот вот родительский клуб. Любой желающий может прийти и стать участником занятий. Надо же, я даже не слышала, я знаю, что у родителей есть проблемы с подростками, они всегда есть, да, сейчас, мне кажется, это ещё сильнее, нас уже который год трясёт, да, и не может это не сказываться на нашей психике, тем более на подростковой, и я не слышала даже, что кто-то об этом знает. Это как-то по сарафанному радио передаётся. Ну, клуб очень посещаемый, там уже есть свой костяк организованный, и каждый раз проходят новые гости, потому что, ну, разбираются достаточно актуальные темы. Наверное, нет такой семьи, где бы с подростками хотя бы иногда не возникало проблем. Ну, это очень хорошая вообще такая вот история, да, потому что родители, у которых проблемы, они могут прийти и пообщаться с теми родителями, которые уже это прожили, например, да? Да, конечно. А тогда мы можем сейчас вот во время эфира наших слушателей и зрителей, у кого есть дети-подростки, у кого есть какие-то нерешённые вопросы, кому сложно, например, находить время на платного психолога, можем пригласить в ваш клуб на Фёдора Попова, и может быть, есть какой-то контактный номер, по которому можно с вами связаться, или просто приходят и всё. Ну, родители приходят обычно, они приходят, они приходят с ноября. Психолог, который занимается на отпуске, в ноябре откроется, ну, будет продолжаться работа, ну, это на сайте можно посмотреть. На сайте психонерологического диспансера, там есть расписание и всё, да? Сейчас наверняка вам работы прибавилось, потому что в связи со специальной военной операцией у нас есть люди, которым необходимо, просто необходимо помощь специалистам, специалистов, это и бойцы, которые возвращаются, это их семьи, которые здесь остаются, и им очень тяжело ждать, и также это и дети, и жёны, и матери. Какая работа ведётся для этой категории населения вашими специалистами? Сейчас у нас очень большое внимание оказывается психологической поддержки именно этой категории граждан. Хорошая реабилитация, медико-психологическая и психотерапевтическая помощь стала доступной благодаря работе наших психологов и психотерапевтов. С июня 2023 года у нас в Фонде защитников Отечества в кабинете медико-психологической помощи работают наши психологи, оказывают психологическую поддержку, и если они видят лиц в кризисном состоянии или людям, которые нуждаются в помощи психотерапевта, то есть более глубокой помощи, они направляют в кабинеты психотерапевтической помощи. Также сами участники СВО или их родственники могут обратиться непосредственно в психотерапевтический центр на Федора Попова и могут получить помощь психолога и психотерапевта без очереди в самое кратчайшее время, полноценно, что очень достаточно важно. Также они могут позвонить по телефону доверия, который работает на территории всей республики. У нас был даже опыт работы с нашим земляком военным, который проходил лечение в военном госпитале Санкт-Петербурга. Наши психологи оказывали ему поддержку посредством телефонной связи. Также у нас для оказания помощи в отдаленных районах работают полипрофильные бригады, в которые входят психологи и психотерапевты. Они приезжают непосредственно в районы и там проводят индивидуальное консультирование, групповые занятия с членами семей, участников СВО или сами участниками. Основная цель – это, конечно, снижение уровня психоэмоциональной нагрузки, обучение методам саморегуляции, методикам снятия тревоги, психологической и эмоциональной поддержки и, конечно, работа по запросам индивидуально. В рамках работы с участниками СВО у нас с декабря 2022 года в рамках взаимодействия с военными госпиталями наши психологи и психотерапевты выезжают в тыловые госпитали страны, допустим, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уссури, Ростов-на-Дону, и оказывают помощь нашим землякам непосредственно там. Это, конечно, является очень мощной психологической поддержкой, укрепляет дух наших бойцов и показывает, насколько сплочённая наша республика. А какие формы работы применяют? Это групповая работа, собирают всех, или это индивидуальная? Какие запросы больше от людей этой категории? Больше, конечно, индивидуальная работа, индивидуальное консультирование, потому что ситуации у всех разные, стрессы переносят по-разному, поэтому у нас большей частью идёт индивидуальное консультирование. Но, конечно, групповую работу мы тоже проводим. А какие запросы частые у самих участников специальной военной операции и у их семьи? О чём они просят вас? Конечно, это вопросы, связанные с переживанием травматического события. Это тревога, беспокойство, страхи, чувство вины. С этими эмоциями и чувствами работают наши специалисты. А есть ли какая-то помощь такая быстрая самому себе? Если человек понимает, что ему что-то нужно, может ли он какую-то первую помощь оказать сам себе, не знаю, как-то подышать? Или это очень сложно в таком состоянии, когда тревожность высокая, когда он в таком непонятно чего ждать? Конечно, очень сложно оказать себе помощь, очень сложно оценить своё состояние. Но в этом случае у нас работает телефон доверия. Он специально создан для людей, которые находятся в кризисных ситуациях, чтобы они имели возможность экстренно получить психологическую помощь. Достаточно позвонить. Он работает круглосуточно. Можем его назвать. Он доступен после эфира. После эфира? Да, после эфира. Это анонимно, это круглосуточно, это бесплатно и независимо от возраста. В смысле, вы мне скажете после эфира, я его назову во втором блоке, да? Да. Так? Хорошо. Потому что мы не договаривались до эфира, что мы его будем озвучивать. На сегодня очень популярно такое мнение, что свои эмоции не нужно сдерживать. Наоборот, нас учат их проявлять. Но когда я изучала тему психического нездоровья, там как раз таки было, что если ты не можешь контролировать свои эмоции, то это уже признак твоего психического нездоровья. Где найти эту золотую середину, чтобы и проявляться эмоционально, и через эмоции проявляться. И в то же время не доставлять какого-то дискомфорта окружающим людям, чтобы тебе не подумали, что ты психически нездоров. Ну вообще здесь надо научиться так, чтобы люди проговаривали свои проблемы, да? Своим близким людям, кому доверяете, да? Но если нет такой возможности, то тут есть простое упражнение написать всё это на листочке и проговорить прямо перед зеркалом, как диктор центрального телевидения, сесть и все свои проблемы, проговорить. Когда человек, здесь задействовано то, что ты и говоришь, и слышишь себя, то подсознательно уже может какое-то прийти решение по какому-то вопросу, который вас, допустим, волнует, да? Потом сжечь эту бумагу и также... Или порвать, допустим, да? Есть такие методы, как не считать себя во всём виноватым. Человек не может всё делать, да? И как бы прощать себя, да? И научиться обращаться за помощью к другим, ну к специалистам в частности, да? Вот обращаться к психологам, к психотерапевтам. И здесь можно научиться уже у специалистов, как совладать со своими эмоциями. Потому что вот мы говорим, то, что мы положительные эмоции, если показываем, то это как будто бы хорошо. Это поощряется. А вот негативные как будто бы осуждается, да? Но по большому счёту человек должен, конечно, реагировать. Если хочется плакать, надо поплакать, да? Хочется прокричаться где-то, то можно и прокричаться. Но видите, как вот кричать, да, ходить, если то это действительно будет осуждающий, да? А вот специалисты, ну, расскажут, покажут такие упражнения, когда надо, ну, человек сможет совладать со своими эмоциями. И действительно их проявить уже не во вред себе или окружающим. Потому что вот такая негативная какая-то реакция, она же может не только словесно, может быть, и человек может агрессию как-то выразить в другой форме, да? И поэтому можно обратиться к специалистам, чтобы... Ну вот как проявлять вот эти негативные... Мне кажется, это не очень справедливо, потому что нас учат жить в моменте, и когда ты радуешься в моменте, это хорошо, да? То есть я свою эмоцию не запаковала, внутрь её никуда не заблокировала, я её проявила, показала, и всё, я в моменте её прожила. Но когда речь об агрессии или о злости, то в таком случае мне тогда общество запрещает эту агрессию и злость прожить в моменте так, как я хочу. Ну да, на самом деле есть... Я сейчас не про физическое говорю, эмоциональное. Нет, ну пусть не про физическое даже, но есть же всё-таки какие-то границы, ну, скажем так, этики, порядочности, да, когда всё-таки вот эти отрицательные эмоции, ну, в общем-то, не то, что их не надо скрывать, а то, что проявлять, ну, рядом с людьми, которые могут не ожидать вот такой реакции, допустим, да? Ну тогда ты выбираешь другого человека, а у нас сейчас вся политика «выбери себя», а себя, получается, ты тогда обижаешься. А, ну, «выбери себя» — это дело в том, что есть ведь некоторые такие установки, которые дают психологи, которые, по большому счёту, может, даже и в некоторой степени вредят. Например, вот Корнеги, помните, было так, говорил, что типа «я никому не обязан». И вот, может быть, даже выросло поколение, которые говорят «я никому не обязан, зачем ты меня рожала» и так далее, да? А по большому счёту, а где продолжение, что тебе тоже никто не обязан? А почему? У нас есть свои обязанности. Родители нас родили не просто для того, чтобы человек вырос каким-то, ну, таким, показывающим все свои негативные реакции наружу, да? Но и чувство благодарности, и чувство ответственности всё равно это никто не отменял. И поэтому здесь вот, ну, действительно, это долгая дискуссия на эту тему, можно говорить, бесконечная. И тут есть какие-то грани, которые всё-таки надо соблюдать, да? Ну, а то, что вот советуют психологи действительно прокричаться, ну, пожалуйста, иди в театр, кричи, там, браво, бис, да? Иди ты на каруселях катайся, прокричи все свои эмоции во время вот каких-то этих вот американских городов и так далее, да? Поставить, да, каких-то вот, где-то будет как-то, ну, приемлемо, уместно, да? Ну, да, или сиюминутно, чтобы совладать с тем негативом, которые вот тут же накипели. Есть же простые упражнения, просто вот, ну, вот дышать, вы говорите, допустим, да? В смысле психологи говорят, да? Но если, например, тоже начинаешь глубоко дышать, то он может тоже напугать окружающих, да? Я вас прерву, Тимуровна, у нас время, да, заканчивается. Я вас благодарю, что вы сегодня пришли в нашу студию, и я уверена, рассказали полезное для наших слушателей и зрителей. Я не прощаюсь, увидимся скоро через короткие 4 минуты и продолжим. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить на тему психического здоровья, и в нашей студии новый гость, я рада представить, педагог, психолог, методист Республиканского методического центра психолога педагогического сопровождения Полина Кривошапкина. Полина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня отозвались на мое предложение и пришли в нашу студию, я рада вас видеть. Вы, как всегда, прекрасно выглядите. Спасибо за приглашение. Спасибо еще раз. И дальше мы с вами условились говорить на такую тему «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних в профилактике правонарушений». Это одно из направлений работы вашего центра. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Вообще наш центр занимается сопровождением психолого-педагогической работы в образовательных организациях, в дошкольных образовательных организациях, ну и в профессиональных образовательных организациях. Мы курируем деятельность педагогов-психологов, социальных педагогов, логопедов, дефектологов. В нашем центре у нас несколько отделов. Это отдел ранней помощи, который сопровождает детей от 0 до 7 лет, дошкольного возраста получается. Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая определяет образовательный маршрут детей с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно же, один из таких основных, наверное, отделов профилактики психолого-педагогического сопровождения. Значит, мы занимаемся не только методической работой, но и принимаем на консультацию детей, родителей с различными вопросами, у которых могут быть проблемы какие-то в обучении, в образовании, в воспитании и так далее. Ну, если отметить тот вопрос, чем занимается психолого-педагогическое сопровождение в образовательных организациях... Да, что это вообще такое? Может быть, на примере какого-то класса или какого-то ребёнка, не называя номер школы? Да, конечно. Это педагоги-психологи и социальные педагоги. Мы их называем социально-психологической службой образовательной организации. Конечно же, они ведут очень большую работу, очень большой пласт в воспитательной работе в том числе, в профилактической работе не только несовершеннолетних, но и работают с их родителями, с семьями. Если говорить о специалистах социально-психологической службы, то ведётся такая целостная, систематическая, планомерная работа, начиная со школьного возраста. И в том числе ведётся работа в индивидуальной и групповой работе с теми детьми, которые имеют какие-то правонарушения. То есть есть определённая группа людей, подростков в какой-то школе или в каком-то звене, в каких-то классах, которые уже замечены, что они нарушают закон. И такие дети, они уже как ваши подопечные, подопечные вашего центра, и ваши психологи их сопровождают. Так можно сказать или... В каждой школе, как уже сказал, есть социальные педагогики, педагогики-психологи, да? И у них есть своя работа именно с теми детьми, которые уже состоят, например, на учёте в ПДН, в КДН, допустим, да? Ну и, конечно же, есть и дети, которые имеют свои особенности именно в психологическом плане, у которых есть повышенный уровень тревожности, например. Которые могут не совладать со своими эмоциями, да, и нарушить закон. Да, в том числе и, ну и по другим вопросам тоже. Например, в эту группу риска могут входить ещё и дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в кризисном состоянии, да, по каким-то тем или иным причинам. В общем говоря, в каждой школе есть педагог-психолог и социальный педагог. А вы уже помогаете этим педагогам-психологам? А мы им помогаем методически, как сопровождать таких вот детей. Но, помимо этого, педагоги-психологи и социальные педагоги в школах работают ведь не только с этими детьми, с этой категорией детей, но и со всеми обучающимися. Со всеми обучающимися, получается, да, конкретно не выделяя некоторых, да. Но те дети, которые уже состоят на учёте, например, на внутришкольном учёте по тем или иным завершённым правонарушениям, на них уже разрабатывается индивидуальная программа. А можете рассказать подробнее, вот как это сопровождение проходит, какие вы даёте рекомендации этим педагогам, социальным педагогам, психологам? В чём вы им помогаете? И на примере, может быть, какого-то ребёнка или какого-то класса? Или как это сработало вот по прошествии какого-то времени, когда вы уже присоединились и оказывали вот это вот сопровождение? На примере какого-то ребёнка это будет сложно сказать. Ну, или класса. Класса. Ну, в каждом классе всё равно есть какие-то те или иные правонарушители, особенно в подростковом возрасте. Чем младше дети, тем меньше проблем, да, как говорится. И, например, мы обучаем в своём центре педагогов-психологов и социальных педагогов, в том числе и всех учителей, предметников, то есть весь педагогический состав образовательных организаций, выезжая в районы, в улудсы. По своему нашему плану, да, и обучаем их различным видам профилактической работы. Ну, например. Мы, например, проводим семинары, да, семинары с практическим обучением. А вот что делать с таким ребёнком? Я просто вот прям сживой пример хочу. Вот есть такой ребёнок, да, родители в любом случае им сложно как-то, да, уже, может быть, какое-то время упущено. Может быть, дома там неблагоприятная какая-то ситуация. Может быть, действительно, это ребёнок, который нуждается в отце, а отец на специальной военной операции, да, и он, может быть, из-за этого как-то себя ведёт. Вот что может сделать педагог под вашим вот таким вот патронажем, да, социальный педагог, чтобы этому ребёнку как-то помочь, чтобы ему было проще, наверное, легче как-то? В начале, конечно же, этих детей выявляем, да, ведь есть у нас такие специальные психологические диагностические методики, которые применяет конкретно педагог-психолог, есть другие методики, более упрощённые, это анкеты, анкетирование, соцопросы, которые уже используют в своей работе педагоги. Это и социальные педагоги, и классные руководители, которые выявляют тут какую-то проблему у ребёнка, да. Ну, это так бережно, ребёнок заполнил анкету, да, вы посмотрели и уже увидели, что у него есть какие-то... Есть у нас сейчас вот ещё как раз проводится социально-психологическое тестирование, которое проводится по всей России. И на основе вот этих вот всех проведённых мероприятий, тестирования, в том числе и наблюдения, мы устанавливаем причину такого вот поведения, например, да, правонарушения, скажем так, у ребёнка, и выявляя причину, можно быть, эта причина будет связана с родителями, с семьёй ребёнка. Тогда уже в индивидуальной программе на ребёнка мы вписываем конкретную работу с этими родителями, с семьёй. Вообще, вы согласны с тем, что, в принципе, ребёнка лучше отпустить куда-то погулять, а работать всегда с родителями? Или это не всегда работает, иногда нужно конкретно с ребёнком общаться? Не всегда, конечно. Нужно тут комплексно подходить, всё равно каждая проблема, каждый ребёнок индивидуален. Если одному ребёнку вот эта вот методика какая-то, да, коррекционно-развивающая работа не подходит, то другому она очень хорошо зайдёт, да. И поэтому здесь мы должны подходить индивидуально с учётом всех вот этих вот особенностей, которые есть у ребёнка. И в данном случае, вот как я уже сказала, не только с родителями работаем, но ещё и с ребёнком. Помимо этого, например, наши педагоги-психологи и другие специалисты в образовательных организациях выходят, например, совместно с МВД, с ПДН, с другими органами системы профилактики на рейды, например. Рейды бывают часто, например, на новогодних праздниках вот с 30 декабря начинается этот рейд, он на новогодних праздниках выявляет те или иные места, где может находиться ребёнок после, например, в неположенное время, скажем так. Помимо этого, у нас есть очень много акций, которые проводятся в образовательных организациях, например, акции «Диктант здоровья». Другие есть всероссийские различные мероприятия, ну, те же акции тоже, например, «Спасём жизнь вместе». Есть у нас республиканские и всероссийские конкурсы, которые у нас проводятся в республике в образовательных организациях, где участвуют не только педагоги, но ещё и дети, ну, например, «Силь жизни и здоровья 2024». Это вот конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового образа жизни и безопасного образа жизни, да. Помимо этого, у нас есть «День трезвости», он проходил у нас в сентябре 2024 этого текущего года и так далее. Вообще, у нас в целом, да, если сказать, что у нас очень много мероприятий проводится не только в групповой форме, но и в индивидуальной. Как я уже сказала, это вот мы устанавливаем, например, на учёт этого ребёнка, да, по каким-то своим параметрам, по правонарушениям, допустим, да, или же по психоэмоциональному состоянию ребёнка. А что меняется потом, когда вот ребёнок проходит, ну, какой-то, не знаю, такой контроль со стороны социальных педагогов, больше внимания к себе получает? Наверное, это какие-то индивидуальные, да, занятия с этим ребёнком или это групповые занятия с детьми такими же? В зависимости от цели занятия, от цели того мероприятия, которое проводится, да, это может быть, как я уже сказала, в групповой или в индивидуальной форме. Это может быть и коррекционно развивающая работа, например, в виде тренинговой работы, в виде консультации, да, и обязательно педагог-психолог использует различные методики, техники, ну, например, арт-терапию, изобразительную терапию, да, песко-терапию, может быть, там сказко-терапия будет и так далее. То есть в зависимости от возраста ребёнка, от его особенностей и проблемы используется тот или иной вид техники. Но у нас не секрет, что в школах не хватает психологов, их очень мало. Вот. И, ну, наверняка не для каждого ребёнка найдётся время на индивидуальную работу, насколько сами дети вообще готовы приходить. В принципе, они же могут возмутиться и сказать, а зачем мне это нужно, я лучше пойду там по привычной своей тропинке со своей компанией время проведу или как-то, как они привыкли. Вы знаете, вот по долгу службы мы очень часто выезжаем в командировки в УЛУСы, да, как я уже говорила. И мы, естественно, не только проводим работу с педагогами, психологами, но и с детьми тоже общаемся, проводим с ними занятия, с родителями в том числе, с руководителями. И частенько наблюдаем такой момент, что очень много детей, обучающихся, да, подходит к педагогам-психологам. Сами. Сами. И сами просят помощи. Да, они сами знают, что, например, мне требуется какая-то помощь в решении какого-то вопроса. Например, пусть это будет вопрос, например, взаимоотношений с родителями или с другими детьми, или в обучении какого-то предмета, например. Ну, любой вопрос, который затрагивает ребёнка, и, может быть, даже взрослому не покажется, что это проблема, а для ребёнка, для обучающегося это сложный какой-то вопрос, который он хочет решить. И в таких случаях он, конечно же, обращается к педагогу-психологу, ну, и к социальному педагогу тоже. Мы как раз в первом блоке затронули вот этот вопрос, как обратиться за помощью. И первые гости сообщили всё-таки телефон доверия, который я пообещала для наших слушателей и зрителей озвучить. И по нему могут звонить и подростки в том числе, и подростки, и взрослые люди. 8 800 3 2 14 07. Телефон доверия, по которому вы можете анонимно, совершенно анонимно получить помощь, которая вам нужна, на психологическую помощь. Мы сегодня выходим в день, во всемирный день психического здоровья. Психическое здоровье и психологическое здоровье, это разные вещи, или это можно объединить в одно, и этот день назвать и вашим профессиональным праздником, тоже потому что вы психолог-педагог. Это совершенно разные вещи, но в первую очередь, да, мы всё-таки педагоги. Ваш день всё-таки день учителя, да? День учителя, да, мы больше педагоги, и мы больше работаем на профилактику, нежели на уже вот работу с какими-то отклонениями. Конечно, это наша вторичная работа, да, вторичная профилактика, и тем не менее, в первую очередь, у нас должна быть в образовательных организациях первичная профилактика. На предупреждение всех видов отклоняющегося поведения, в том числе и аддиктивного, это значит зависимого поведения, деликвентного, аутоагрессивного, то есть суицидального, ну и других видов отклоняющихся людей. Ну вот эти все проблемы, вроде бы, как и психиатры, тоже их касаются. Да, но там более с медицинской точки зрения. А мы все-таки педагоги. Наш день, да, день учителя. У вас тогда с прошедшим праздником, а всех тех, кто имеет непосредственное отношение к этому дню, я пользуюсь случаем, поздравляю с профессиональным праздником и желаю самим специалистам психического здоровья. Полина Николаевна, вы из прияды педагогов, учителей. Был ли у вас выбор вообще в том, кем стать? Или уже это было предопределено с учетом того, что у вас такая семейная династия в этой профессии? Ну, выбор, конечно, был, все равно был в моей жизни, да, и тем не менее меня всегда увлекала психология, какое-то что-то незведанное, да, что-то связанное с человеком, с взаимоотношениями и так далее. И я неспроста, наверное, выбрала эту профессию, я работаю уже более четверти века в этой профессии. И выбор я сделала не случайно, и я рада, что выбор именно пал на эту профессию, педагога-психолога. Вы любите свою работу? Обожаю. Я прихожу в 8 часов утра, когда у меня рабочий день начинается с 9. И я очень рада, что я, конечно, в этой профессии много лет, и рада, что вы меня тоже пригласили сюда, на эту передачу. Я с удовольствием вас пригласила, и рада, что вы откликнулись. Может быть, вы поделитесь тем, как не выгорать, потому что и любимая работа, она тоже, и если себе не давать отдыха, тоже чревата последствиями. А тем более такая сложная работа, как работа психолога, педагога. Да. У нас в центре разработан такой проект, как «Работа в радость». Это проект, который направлен на профилактику профессионального синдрома эмоционального выгорания педагогов. И мы с этой работой выходим на выездах к педагогам и проводим с ними различные тренинговые занятия, занятия с элементами тренинга на профилактику СЭФ. Это тоже, получается, одно из направлений работы вашего центра, потому что вы должны следить не только за своим здоровьем, но и за здоровьем тех педагогов, социальных работников, которых вы учите. Обязательно. И не только их, но и вообще всего педагогического состава. Всех педагогов, которые есть в образовательной организации. Может быть, и пользуясь тем, что мы сейчас выходим на большую аудиторию, вы можете какими-то короткими такими советами поделиться для тех людей, которые работают в вашей сфере, работают, помогая людям обрести психическое, психологическое здоровье? Ну, в первую очередь, это то, что даёт человеку энергию, жизненную энергию, ресурс. Ресурс. Ресурсом может быть у человека хоть что угодно. Ну, например, для меня это моя семья, выход на природу, это рукоделие и так далее. То есть то, что человеку нравится и приносит удовольствие, это и есть ресурс. В том числе и общение, например, для меня это общение с моими близкими, с родными, с подругами и так далее. То есть я, например, для того, чтобы как-то помочь себе, в том числе и для профилактики синдрома эмоционального выгорания, я вот использую все эти методы для того, чтобы встретиться с ними. Мы можем провести и какие-то на посиделках мастер-классы, например, да. Можем пообщаться и провести различные игры на сплочение, на снятие тревожности и так далее. Всё-таки самое главное – успеть позаботиться о себе, чтобы потом были силы уделить внимание тем, кому оно необходимо, тем, кто рядом. Спасибо вам большое. Я ещё раз вас благодарю за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Слушателям и зрителям спасибо за ваше внимание и всем хорошего дня. Спасибо.